Дорогие друзья, братья и сестры, у нас очередная лекция из нашего цикла мини-лекций, в котором, в этом цикле, мы уделяем внимание разным необычным местам, которые встречаются в псалмах, книги нам очень знакомые, которые мы часто и читаем, многие псалмы знаем наизусть, а между прочим, в этом знакомом тексте содержится множество непонятных, неочевидных, удивительных, шокирующих, загадочных стихов. И вот сегодня поговорим об одном из этих стихов, Псалом 57, стих 2, ну или вы можете назвать его стихом первым, потому что стих первый – это надписание, и по большому счету, рассуждая здраво, это стих нулевой или стих никакой. А Псалом начинается именно с этих слов, и о них мы сегодня поговорим. Итак, этот Псалом рассказывает о том, что в мире есть плохие существа, плохие субъекты действия, и эти субъекты называются в переводе на дальном – судьи. Вот почитаем перевод синодальный. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? Славянский перевод слово «судьи» опускает, и написано здесь такое. «Аще воистину уба правду глаголите, правая судите, сынови человечестие». Ну, раз есть слово «судите», то, видимо, судьи имеются в виду. А вот переводчик российского библейского общества, переводивший Псалмы, переводит этот текст довольно необычно и загадочно. «Справедливы ли ваши приговоры божества?» Божества здесь. «Разве по правде вы судите людей?» И вот в этом таком различном толковании есть загадка. Но загадка другая в этом стихе, самая большая и самая такая вот глобальная. Такая, что в оригинальном тексте еврейском никакого ни судьи, ни судьи, никакого ни других слов, указывающих на то, что обвиняется какой-то судья, нет. В слове, в тексте оригинальной еврейской библии нет слова «судья». А там есть слово «элем», что можно перевести дословно «молчание». И тогда какой-то смысл может быть вот такой. «Справедливы ли ваши приговоры молчания?» «Приговор молчания» или «приговор в молчании». Тоже есть такой смысл, можно его обнаружить и порассуждать, что вот осуждаются те, чьи приговоры молчаливы. Ну, если такие судьи имеются в виду, то молчащий судья, молчащее правосудие, оно, конечно же, не самое хорошее, потому что функция правосудия, функция охраны правопорядка выражается в том, чтобы не молчать. Чтобы там, когда нарушается закон, нарушаются права людей невинных, или людей слабых, вдов, сирот и так далее, чтобы там говорить что-то, вмешиваться что-то. Но тут написано слово «молчание». Но, как мы замечаем, ни переводчик синодального перевода, ни переводчик РБО, ни даже автор славянского перевода не переводит этот текст, используя слово «молчание». Они его заменяют. Заменяют словом либо судья, либо аж божество. И вот давайте проассуждаем о том, что двигало этими людьми, когда они вставляли отсутствующее слово в этот текст. Ну вот, например, как рассуждали, возможно, эти переводчики. А в Псаломе 81-м есть очень такое довольно шокирующее описание того, что делает Бог. Почитаем. Псалом 81-й. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». И вот в этом стихе первом есть слово «элим». Или вот «элим» образовано или связано от другого слова «элуим» – божества. И вот возникло предположение, догадка, что изначально здесь стояло слово «элим» или «элуим», а потом в ходе переписывания, вольно или невольно, была внесена правка, и слово «элуим» или «элим» превратилось в слово «элем» – тишина, молчание. Что такое «элим» – «элуим»? Ну вот как мы в Псаломе 81-м смогли убедиться, это есть божества, это есть, ну как божества, не совсем божества, это может быть и божества, либо владыки, это господа. В русском языке «господь» и «господин» – разные слова, а вот «владыка» и «владыка» – это уже слово одно. Мы называем владыкой и человека, имеющего мирскую власть, мы называем владыкой и самого Бога. Так вот, во множестве языков нет различия. «Господин» – обращено слово это вот либо к Богу, либо обращается оно к человеку, слово одно и то же. То же самое и здесь. Тогда кто тут имеется в виду? И вот есть две концепции изначального смысла этого стиха, и в зависимости от этого смысла по-разному переводится стих 2 Псалома 57. Итак, концепция первая. Имеется в виду владыки в смысле вот таком правители, какие-то полубоги, которые правят вечно, они не сменяются, они не болеют, они над людьми, и воистину эти правители, они как будто бы ближе к миру божества, миру богов, к миру духовному, чем к нашему миру, к миру простых людей, простаков. И вот эти владыки с маленькой буквы В, они вызываются автором Псалма, автор Псалма вкладывает эти слова уста Бога, вот вызываются на суд. В чем предмет суда, разбирательство? Вы плохо правите. Вот. Ваши приговоры, владыки, несправедливы. Вы людей судите не по правде. Там дальше рассказывается, в чем еще их вина. Ну, короче, ваше правление, владыки, люди, господа, оно ужасное, оно кровавое, оно несправедливое, оно попирает сами какие-то основы правопорядка мира устройства. Поэтому Бог вызывает вас на суд. И так переводит, допустим, вот этот стих, автор синодального перевода. «Подлинно ли правду говорите вы, судьи?» Ну, владыки, занимающиеся правосудьем. Ну, вообще-то говоря, видите, почему судьи? Тут есть основания. Дело в том, что в древнем Израиле владыки и судили. В книге судей, шофет, шофтим, шофет, судья – это есть, во-первых, какой-то полководец, какой-то генерал, народный вождь, управитель какого-то племени или группа племен. А во-вторых, это уже, или в-третьих, это уже какой-то судья. Судья и правитель – это есть слова, в принципе, в древнем библейском языке заменяемые, имеющие один смысл. В современном иврите слово «дин» – это суд, а «медина» – это государство, это слова однокоренные. Вот до сегодняшнего дня на уровне языка суд и управление – это понимается как нечто очень близко друг к другу находящееся. Но самое важное другое. Как можно еще понять, кто тут имеется в виду, что за «элим» или «эллоим» в этом стихе используется? А возможно, используются, имеются в виду те, кто имеется в виду и в Псалме 81-м. И тогда мы находим в этом стихе отражение такого древнего, первобытного, ну так бывает пишут, примитивного представления об устройстве небес. Оказывается, есть Бог, есть Бог Израилев, а еще есть божества. Эти божества управляют разными какими-то народами, разными процессами, разными городами, разными какими-то участками земли. А это те, кого Павел называл, апостол Павел называл мироправители века сего. Вот какие-то полуангелы, полудухи, полубожества и так далее. И тогда получается, что Библия не отвергает то, что есть другие боги, она лишь вносит очень важное замечание. По отношению к этим богам, Бог Израилев, то же самое, что по отношению к нам, Он Бог. И тогда Бог богов, Эл-Элогим, вот тогда и вот такой смысл этого имени Божьего имеется в виду. Он Бог над богами. Дистанция колоссальная. И тогда эти боги, они действительно ближе к нам, ближе к миру тварному. Так вот тогда Бог вызывает этих богов на суд и говорит, вот вам дана выправление земля, разные народы, разные страны, и вы правите ужасно. Везде в этих странах попраны основы правосудия, справедливости. И я вызываю вас на суд и как будто бы отнимаю от вас функции управляющего, управителя во всех уголках мироздания. Вы плохие судьи, вы судите несправедливо, ваши приговоры порочны. И я буду отныне править всем миром. И так понимает этот стих переводчик псалмов в издании РБО. И он переводит, справедливы ли ваши приговоры о божества. Вот этот перевод, он тоже интересен, он имеет право на существование, и он вскрывает, возможно, какой-то из древнейших уровней смысла, вот, какого-то богословия, наиболее какого-то древнего, патриархального, который содержится в этом псалме, в этом стихе. Дорогие братья и сестры, вот видите, так получается у нас, всего лишь разобрали пол стиха, вот, но так много необычного, интересного, того, чего раньше мы не знали, вскрылось при разборе этого маленького фрагмента псалма 57-го. Спасибо за ваше внимание, всего хорошего, с приветом из Петербурга, портал экзоги.ру, партнер наш в наших начинаниях по изучению Библии. Всего хорошего. Продолжение следует...